всем привет вчера российское отделение сони выдали нам этот бандл стартер пак мы конечно же не выдержали распаковали вы вчера все опробовали сегодня я вам расскажу что там был значит стартовый комплект входит мув контроллер камера диск с демо играми а также с инструкцией по настройки мула и документация ну в контроллера есть такая лямочка она одевается на руку служит для того чтобы контроллер не вылетел в процессе игры и не порушил предметы интерьера сейчас мы вам продемонстрируем самые интересные на мой взгляд демо-версии перед каждой игрой проходит калибровка контроллера с камерой свое имя я уже набираю с помощью контроллера калибровка закончилась шарик загорелся шутки не очень больше всего мне напоминает вы помните на 8-битной нессы из пистолета мы стреляли по бешеному это просто более такой технологичный вариант управлять рабочим столом я тоже могу с помощью мула тут написано что если у меня эпилепсия то лучше в это не играть выбери своего персонажа для участия в шоу если ты здесь впервые выбери ум создать чтобы создать своего персонажа ой ну все-все сказала все давай Когда загорится красный, нажми кнопку Move, чтобы сделать снимок. Как твое лицо будет выглядеть на персонажа? Не волнуйся, прическу и прочее ты можешь изменить позже. Выбери сохранить, если все готово. О, мне нравится. Хочешь сохранить это? Хочешь сохранить вот это? Ого! Я на самом деле не такая. Просто блеск. Хочешь сохранить это? Дамы и господа, рады представить вам нового. Участие-то на канале Сиди. Уже спады. Участие. 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 Участие! Ударые ребята, друзья! Какой-то! Какой-то! Бонжур! Париж! Большой поцелуй! Не большого шума. Ну что, мы готовы встретиться с нашими супермоделями? О, Боже мой. Калибровка. Нет, нет. Нужно держать ритм. Помнишь? Все, внимание на сцену. И твоя краткая эвакия. Это движение сто лет как вышло из моды. Давай, как-то. Пойдем меня. Слушать, я дадимся до последнего. Похоже, наш участник не справляется с нервами. Это, видимо, какой-то Very Hard Mode. Похоже, отсутствие опыта дается тебе с нами. Кажется, эта модель вышла из моды. Я не знаю, что вы не хотите. Я не знаю, что вы не смотрите. Я не знаю, что вы не смотрите. Как не буду. Какая лажа. Ну-ка, сверись. Не сдавайся. В то, не буду. Вызовите полицию в моды. Я бы сказал, я динам. Я вновь не сказал. У нас такая технологичная дымка, которая учит нас управлять в пространстве. Не так-то и просто, как кажется. Дымки это все хорошо, но это попсал. Вот в эту игру надо играть с PlayStation Noir. Это Resident Evil уже с поддержкой PlayStation Noir. К сожалению, если у вас просто обычный диск, то ничего не получится. Надо либо Gold Edition, либо Move Edition. Чтобы играть в пятый резик, надо помимо Move Controller иметь навигатор контроллера. Иначе приходится использовать обычный джуйстик. С тем учетом, что он неестественно лежит в руке, это не очень удобно. Управляю я Крисом с помощью левого аналога, а стрельбой с помощью Move. Скажу вам, что к данному управлению надо привыкать. Но опять же, если бы был навигатор, было бы гораздо проще. Поэтому, если вы хотите играть не в казуальные, а вот именно в какие-то серьезные игры с помощью Move, то обязательно нужен навигатор. Два прицелителя не только просто смея. Надо отходить на расстоянии где-то полтора метра. Mêmeо – саммакана по окра, цена выглядеть у всех, впрямо! Ал rendered jego жестко-русилет. Асмакана, давай быстрее! Окей, пусть вы получаете Моролайн, отходить Derek, Так, на цепя начальник Coming? Кстати, издание Болт Эдишн содержит дополнительные костюмы для Криса и Шевы, а также дополнительные эпизоды. Костюмы можете заценить. Крис Салдамазо, а Шево Офис Мелинджер. В заключение скажу, что муж контроллер это безусловно интересно, это разнообразит геймплей. Но играть с этим контроллером надо не в тесных помещениях, а в зале, например, в каких-то больших. И расстояние от камеры должно быть рекомендовано, то есть 1,5-2 метра, чтобы комфортно играть, нормально целиться и так далее.